Добрый вечер, уважаемые! В эфире традиционная программа «Полный контакт». Год заканчивается, и мы, как обещали, сюрпризы, такие, сегодня вы их и увидите на своих экранах. У нас замечательный человек, интереснейший гость, и неожиданный, я бы сказал, потому что в эфире министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Умаров Джамбулат Вахидович, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Джамбулат Вахидович. Вот судьба-то свела нас здесь, на Сергиевской земле. Рад встрече. Наверное, можно мне рассказать, как мы встретились, да? Давайте, конечно. Чтобы как-то предвосхитить вопросы, уважаемые телезрители, встреча произошла у нас так достаточно неожиданно. Мы продвигали свой проект, который придумали вместе с моими друзьями Исой, Исламом и Аллой Сергеевной Петрухно, директором музея-заповедника Александровская Слобода, когда мы придумали, что на следующий год, в день рождения города Грозного, чтобы приехала выставочная экспозиция в Грозной. Так мы ее и назвали предварительно – Грозной в Грозном. И вот таким образом мы вышли на министра, который сегодня перед вами, министр по национальной политике, внешним связям, еще раз повторяюсь, в печати информации, Джамбулатом Вахидовичем. И так получилось, что буквально один разговор у нас прошел, Джамбулат Вахидович, и вы сказали – а завтра мы здесь. Я говорю – как здесь? Вроде бы только-только хотели начать договариваться, а вы говорите – так я же завтра уже буду в Александровской Слободе. Дальше уже рассказывайте вы, как гость. Ну, вот название моей должности, в ней есть определенный плюс. Когда вот уходит ведущий и начинает министр Чеченской Республики, по национальной и так далее, я успеваю с самого дальнего уголка любого зала дойти до сцены, даже где-то даже подправить микрофон, потому что, ну, сами видите, бог роста не дал. Вот. И даже подумать о том, на какую тему я буду говорить. В общем, короче, есть много разных плюсов. Хоть вы… Я вижу, что у вас уже, так сказать, немножко даже челюсть где-то отнимается. Ну, а что делать-то? Как тяжело. Мне вообще-то так дрожь, что берет, конечно, так немножко переживает. Александровская слобода – это словосочетание, которое невозможно обойти даже при самых поверхностных попытках, галочных попытках познакомиться с русской историей. Если человек действительно хочет с ней познакомиться, да? Ну, Иван Грозный, мы с вами очень хорошо знаем, что это символ. Причем символ достаточно противоречивый и в историографии, и вообще в нашей жизни, да? Иван Грозный – это тот царь, тот государственный политический деятель, который стал притчей во языцах, он живет во всех уголках нашего сознания, он жив по сей день. И мне было, как человеку, который интересуется не только историей чеченского народа, иначе было бы, знаете, для меня, как для историка, это, наверное, сродни вот тому, о чем говорил в свое время великий кавказский, российский, советский поэт Расул Гамзатов. Если бы не русский язык, я был бы поэтом одного аула. Вот, поэтому если бы не русский язык и не русская история, я тоже, наверное, был бы историком одной республики, может быть, в лучшем случае. Поэтому совершенство – такая штука, что предела ей нет. И в первую очередь я всю эту картину представлял. Я читал многих авторов, которые писали об Иване Грозном, публицистов. Я смотрел много разных передач, потом, работая над своей книгой, пришлось поработать как бы в архивах, и много было документов. И обойти этот образ было невозможно. Особенно тогда, когда я сам был приглашен для того, чтобы работать на государство, и будучи по своим убеждениям человеком державным, человеком, который государственником, да, во всяком случае я себя чищу под государственником, мне тоже, как нормальному человеку, обойти образ Иоанна Васильевича было совершенно невозможно. И вот эта история пребывания его в Александровской слободе, вот эти… 17 лет. Совершенно, да. Эти его молитвы, эти его покаяния, эти его обращения к Господу как раз в период не самой простой в истории Московского царства. Это и Ливонские войны, это и угроза со стороны прямая, там, Речи Посполитой, это и, так сказать, Кремчаки, да, это и Сибирский, так сказать, хан и так далее. То есть проблем на самом деле было много, и самая главная проблема заключалась во внутренней измене, которую он постоянно пытался преследовать. И когда наши авторы начинают разглагольствовать по поводу нашей и не нашей, по поводу там его противоречивости, то я хочу у них спросить, а каким образом еще можно было бы, да, без этой жестокости, да, без этих иезуитских, может быть, жестоких, я не знаю, инквизиторских методов, как можно было… Ну, перманентная борьба за власть. Да как? Абсолютно, борьба за власть. И потом постоянные мысли о будущем государства, нового государства, которое, в общем-то, это была не Московия уже, о которой где-то так вот пренебрежительно говорили в таких очень интересных коридорах власти в Речи Посполитой, скажем, в Англии или в Дании, да. Это уже было самодостаточное государство, где проживало десятки миллионов людей. И когда… И дело было не в том, что земля русская прирастала территориями, да, дело было в самой личности, дело было в самой идее самодержавия, которая, в общем-то, зиждилась на основе многонациональности. Потому что, ну, смотрите, кого он оставляет в Москве, да? Симеон Бутбулатович, сын Касимского хана. Посмотрите, там Черкасский. В 1557 году Кабарда присоединяется, так сказать, к московскому царству. И тут же брак. Это политический брак, да? Без которого тоже никуда невозможно. Совершенно дочь мирного, как тогда говорили князя… Не до любви, что называется. Совершенно верно. Темрюка, Мария Темрюковна Черкасская, становится супругой Ивана Грозного. И тоже, кстати, сыграет определенную роль. И Михаил Черкасский, и потом уже во времена смутный Дмитрий Черкасский. И, в общем, о роде Черкасских мы сегодня с вами тоже говорили. И, кстати, здесь, в Сергиевом посаде, да? Да, да, вот когда мы уже в Гефсимане были. В Гефсиманском скиту, да. Поэтому я хочу сказать, что передо мной, конечно, вставала вот эта картина, вот это вот огромное количество людей, которые с этими хоругвями, с этими крестами, крестный ход так называемый, да, причем не раз приходили и просили царя, чтобы он вернулся в Москву, чтобы вернуть Москве полноценный статус столицы, чтобы... Да, и вот это разделение русских земель на опричненную и на земщину, так называемую, да, это, конечно, была такая великая, очень серьезная, очень далеко идущая задумка царя, вот в его думах о том, каким должно быть русское государство, которое уже взяло для себя идеологию, возникшую чуть раньше, что Москва – это Третий Рим, Четвертый, мы не бывайте. Вот. Ну и опять же мы возвращаемся к тому, что он был первым царем, стал, то есть, первым царем. Ну, дерзость называть себя царем, при том, что царями назывались монгольские ханы, да, или монголо-татарские, как угодно, только они имели эту прерогативу, во всяком случае, после византийских императоров, которых называли цезарь, ну, это производная от цезарь, царь, вот. И да, Иван Грозный впервые, он называет себя царем, что вызвало недовольство очень многих, но… Ну, известные там проблемы, там, и с тем же Курским, с тем же Вяземским. Совершенно верно. Это сейчас полоскать имена даже, воду не хватит. Да, вот к этой переписке Ивана Грозного с князем Курским, конечно, нужно было бы вернуть очень многих, и очень многим нужно было бы ее перечитать, потому что она очень современна. Можно я просто сейчас вернусь к тому, что сегодня вот мы услышали от вас, и мне очень было отрадно это все наблюдать, с каким упоением вы общались вот с Аллой Сергеевной, да, и с ее сотрудниками. Они тоже, мягко говоря, сидят, открыв рот, слушают, просто человек приехал и рассказывает им общую нашу историю. То есть, вот это, вот откуда взялась эта подготовка? Из-за того, что вы историк все-таки такой? Наверное, историком я уже как бы становился позже. Вообще было такое сознание. Вот просто даже поверхностно, если мы будем интересоваться историей, я как представитель народа, который очень давно находится, достаточно давно, мы не берем там в исторической ретроспективе, да, достаточно давно находится вот на этой территории, находится в взаимоотношениях, часто противоречивых взаимоотношениях с русской, российской, советской государственностью, да, то есть, вот с этим государством. Я же понимаю, что русский народ основывал это государство на принципах, как я уже говорил, многонациональности. И вот эти ордынки, арбаты, которые возникали то тут, то там в нашей белокаменной столице, они возникали не просто так, они возникали и на основе этого принципа. Многоконфессиональности и многонациональности, да? Ведь, смотрите, даже Киево-Новгородская Русь, она объединилась в государство, государство там было более 20 народностей, которые объединялись тогда под эгидой единого государства. Но настоящим таким государством, о котором можно говорить, где прослеживаются лидеры, герои, как отрицательные, так и положительные, да, где вот этот канонада, где этот барабанный бой, где все эти, так сказать, скрижащий металл, да, где эти все куликовские битвы. Кипят страсти. Да, кипят страсти. Она, в принципе, да, начинается, конечно же, с Даниловичей, начинается она с московских князей, с их противоборства, так сказать, с другими князьями, как Тверский, скажем, или Новгородский. Вот, и вот этот перелом, как раз, начинается вот такая событийная, да, событие предтеча, вот появлению Иоанна Грозного, наверное, вот, на мой взгляд, это все-таки куликовская битва. Это куликовская битва, где русский народ, многонациональный российский народ, да, он понял, что в согласии между собой, и самое главное, в согласии с Богом, мы говорили сегодня о Сергии Радонежском, который благословил... Да, без него нам никуда, да. Да, без его благословения. Да, без него никуда. То есть Дмитрий Донской получил вот это духовное наитие именно от этого русского святого и возглавил вот эту национально-освободительную борьбу, и куликовская битва 1380 года, вот, на реке Непрягде, как раз... Непрягде, да. Да, произошло вот это событие. И я считаю, что именно куликовская битва вот положила, наверное, и духовное, и, может быть, какое-то такое политическое даже где-то начало вот такому феномену, как Иоанн Грозный. Очень было сегодня промыслово, что вы согласились с выставкой. То есть все думали, как это все будет, как может получиться, ведь не так просто вывести еще выставку. Мы сейчас говорим о том, что я видел сегодня, как переживали сотрудники музея. Это же надо и транспортировку обеспечить, охрану обеспечить там. Это, во-первых, федерального значения музей. Вам надо там принять, мне понравилось сразу, у вас конкретно. Так, все на месте, что должно быть с нашей стороны, нас это не беспокоит. Это будет, это будет, это будет. Даже оплатите людям командировочные там и так далее. Вы считаете, что вот то, о чем вы сейчас это говорите, и то, что привезут экспонаты, которые говорить будут тоже обо всех этих событиях, это важно сейчас для Грозного в его двухсотлетие? Вы знаете, хоть Владимир Ильич Ленин не имеет никакого отношения к нашему с вами разговору. Ну, это еще, это еще как сказать. Ну, во всяком случае, пока, я не знаю, к чему... Да нет, мы можем вкрутить и его. Вы человек, да, креативный, я не знаю, к чему мы с вами еще, к чему будем касаться в разговоре, да. Но я скажу именно его словами, это архиважно. Вот. Это архиважно. Это архиважно, особенно сейчас, когда мы находимся примерно в той же самой ситуации, в которой находилось российское государство в 16 веке. Может быть, вы знаете, да, может быть, правы вы. Либо, либо мы сейчас не говорим о прирастании территориями, да. Не об этом сейчас речь. Мы сейчас не перебородим там прямых аналогий. Но главную аналогию мы с вами должны провести. Кстати, да, вот мы упомянули с вами о вот этой знаменитой переписке Иоанна Грозного с Андреем Курбским. Да, да. Вообще, история соперничества двух идей, которые потом вылились уже в 19 веке. Тогда, может быть, это было не соперничество, да. Это оценилось, может быть, как простое предательство, а потом уже переосмысливалось. Нет, оно, нет, совершенно верно. Естественно, со временем оно начало трансформироваться. Да, это просто было другое мнение. Да, и стало называться, с одной стороны, это было славянофильство, с другой стороны, это было западничество. Но ведь опять, я еще раз повторяю, оттуда все эти истоки. Да, что-то в какой-то мере, скажем, западную культуру еще, ну, в основном это приписывают царю русскому Алексею Михайловичу, которого называли тишайшим, да. Вот, что как бы у нас, ну, уже западная культура стала проникать в наши с вами пенаты, да, в наше государство, в нашу культуру. И это как бы воспринималось достаточно осторожно, потому что мы с вами должны понимать, что в основном-то это были католики. И отношение к католицизму и католицизму к православию, в принципе, с 11 века, это не очень, после того, как вот эта знаменитая булла была брошена под ноги патриарху Михаилу, папством, да, и была объявлена анафема, то все понимали, что католики движутся туда, ближе, так сказать, к сердцу православия, к Москве, к Третьему Риму, да, для того, чтобы его просто-напросто задушить. И это надо очень хорошо понимать. До последнего дня, до самых последних войн, идея об уничтожении русского православия, как русских православных людей, как схизматиков и еретиков, вы знаете, она ведь, в принципе, не исчезла и по сей день. Я все время наблюдаю, как вспоминают музейные работники, даже вот приезд датских послов от Ульфельда. Он же тоже, о чем вы сейчас говорите, понял, что он попал-то не туда. То есть он приехал вроде бы нахрапом взять Россию, а тут, оказывается, уже, извиняйте, она давным-давно уже встала на ноги. Вот, и здесь была самая большая загвоздка и католицизма, и так далее. Европа на тот момент испытала буквально шок. Шок, шок был, да. Она испытала шок, потому что, ну, смотрите, вообще, орда, эти все ханства, это был уже такой жупел, да, извиняюсь, что, ну, это такая страшилка была для них. И вдруг, буквально в первые же годы своего царствования, там, Иоанн Грозный, первые же его походы серьезные, первые его государевы дела были связаны со взятием крепости, вот это вот в Свияжске, так сказать, да, и взятие далее Казани. Казань, Казань брал, Астрахань брал, Сибирь наклевывалась. Да, в начале 80-х годов 16 века и Сибирь уже отошла, помните его вот это знаменитое выражение? Радуйтесь, радуйтесь, да? Вот, и, разумеется, аналогии можно прямо проводить, почему сегодня и почему архиважно, да потому что, если сегодня народы не поймут друг друга, или, скажем, мы, народы, которые в свое время были, так сказать, вот свидетелями вот этого таинства, появления этого государства на свет, да, нам сегодня очень важно, вот что из себя представляет русский народ. Вы думаете, готовы чеченцы у себя это все воспринять, вот то, о чем вы сейчас говорите? Вы как просвещенный человек, очень образованный, пишете книги и так далее. А вот, допустим, простому кавказцу, да, чеченцу, это будет понятно, или ему все-таки надо тоже как-то объяснять, рассказывать? Вы знаете, чеченцам долго объяснять не надо. Да, вообще, я скажу вам так, чеченцам долго не надо было объяснять еще и 200 лет тому назад, говорим, даже более 200 лет тому назад, потому что с чеченцам нужен особый язык, вообще с кавказцем, с горцем, нужен особый язык. Я нормально сейчас вот говорю? Вы очень правильно. Просто русский с чеченцем сейчас, просто на всякий случай, чтобы... Вот, знаете, я, чтобы упростить задачу, считаю, что вот как бы мы говорим русские, ну, понятное дело, это все, кроме, так сказать, там, кавказца, мы говорим кавказцы, ну, у нас это, так сказать, ассоциируется в основном с чеченцами, в основном с чеченцами. А подразумевать надо Великую Россию. Совершенно верно. И сегодня мы должны понимать, что для того, чтобы разнести в клочья нашу страну, растащить ее по национальным квартирам, для этого нужно использовать все эти исторические мозоли наших взаимоотношений. Все эти войны, все эти обиды, все эти досады, репрессии. Ведь поймите одну вещь, что все это, всю эту кровь приписывают русскому народу наши враги. Хотя русский народ сам по себе к этой крови не имеет отношения. Самый миролюбивый, на мой взгляд. Никакого отношения. Более того, именно русский народ страдал от жестокости сатрапов, от жестокости того же самодержавия, кстати, да? Вот с этим крепостным правом. Да. Или с тем великим обманом, который показался, так сказать, обманом большой части населения, которые в будущем станут революционерами, как сегодня говорил наш друг Михаил. Ну, ведь крепостное право и многие-многие страницы не очень хорошие, печальные достаточно страницы. Ведь не надо забывать о том, что великий-то бунт, он постоянно нависал. Постоянно нависал над Москвой, постоянно нависал над Россией. И в самые жаркие моменты, когда наступала та ситуация, которую мы называем ситуацией социального взрыва, она время от времени происходила. И отсюда, так сказать, возникали и Разиной, и Болотниковой, и далее, так сказать, Пугачевой. Можно даже Пугачева как-то немножечко вспомнить. Конечно, 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 одно из, ну, более современен нам, конечно же, Пугачев, который, так сказать, бунтовал во времена такой светской львицы, как Екатерина Вторая, да? Вот. И мы же сумели себе, так сказать, вот мы, наше государство, наш народ, мы сумели себе подчинить практически все. Мы сумели, скажем, адаптировать внутри себя какие-то отблески западной культуры, восточной культуры. То есть не зря у нас этот двуглавый орел смотрит и на запад, и на восток. Ну, мы уже тогда говорили о толерантности. Да, хотя я очень не люблю это слово. А я как не люблю? Ну, надо, ну, надо, по-другому не понимают уже. То есть мы, вот тогда была попытка использования вот всех этих противоречий внутри, так сказать, московского царства. Та же самая ситуация вот с попыткой использовать противоречий нынешней России. Все технологии сейчас работают, да, против. Мне вот недавно, ну, как недавно, буквально на днях, вы знаете, что заблокировали аккаунт Рамзана Ахматча Кадырова, да? Да, да. Ну, сколько я сразу, как бы моя реакция была, я понимал, откуда растут ноги. И я сделал это заявление, я сказал, что, комментируя, так сказать, вопросы некоторых СМИ странных, вот, и я сказал, что, ну, а как они могут быть, до сих пор никаких технических там перебоев, сбоев, о которых вы говорили, не было. Ну, мол, что вы спешите, а почему вы делаете такие громкие заявления, какие там, значит, я говорю, ну, это одно из двух, либо это какая-то кибератака, да, либо, в которой нас постоянно обвиняют, да, либо просто принято решение из-за того, что Рамзан Ахматч попал в санкционный список, да, просто отключить. Лишить возможности, лишить права миллионов людей, лишить права слышать голос истинного патриота современной России. Да, и здесь опять тогда говорим, если там, вот, тогда не будем говорить о толерантности, говорить будем о терпимости, и, в конце концов, об образованности, вы же должны понимать, что есть и другое мнение, к нему надо не только прислушиваться, но и надо анализировать его. Почему? Отчего? Безусловно. Балансировать надо ситуацию, по-любому, мы о чем сегодня говорили, что без политических обоснований того или иного события, или какой-то вот атаки, действия, нельзя жить сейчас, нельзя жить только войнами. Вы знаете, мы не говорим сейчас о каком-то религиозном паломничестве, да, мы говорим с вами о духовном паломничестве. Я мусульманин, причем мусульманин не просто по рождению, я осознанный мусульманин, ибо я свидетельствую о том, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, и Мухаммад является его пророком. Мне это совершенно не мешает сотрудничать, обогащаться знаниями, познавать духовность других народов и конфессий, для того, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в этой религии. То есть еще раз укреплять в себе вот истинность того пути, который я избрал, скажем, с точки зрения религиозной. И, исходя из этого, я хочу вам сказать, что, как я сегодня уже говорил, вы слышали меня, о том, что храмы, они не должны быть чужими. И сейчас здесь нет религиозной подоплеки, это духовная подоплека. Много есть свидетельств о том, что сподвижники пророка бывали в храмах, в церквях, да, вот, в частности, второй праведный халиф, третий, после Мухаммада, третий, он сразу был после Абу-Бакра, халиф Омар ибн-Аль-Хаттаб, который, он заходил в церковь, он видел, что там происходит, там, и так далее. То есть, к людям писания было свое. То есть, они не язычники, да, это люди писания, к людям писания было свое отношение. И в противоборстве, скажем, Византии с Персией, пророк Мухаммад, саллилаллах алейху ассалям, и все его сподвижники были на стороне Византии, христианской Византии. Вот. Что я хочу сказать, в этой связи, мне путь к храму должен быть расчищен. И я считаю, что у нас есть такие сакральные места, которые мы должны посещать. Посещая эти места, мы будем посещать друг друга. Нужно, чтобы люди, которые начинают мешкаться, чувствовать себя как-то так вот немножечко... Неуютно. Неуютно, да. Или, скажем, те, которые вдохновляются от лозунга «отделить Кавказ», вот они должны приехать на Кавказ и посетить наши священные места. Вот посетили же в прошлом году, даже нет, в этом году зимой, да, посетили, была огромная делегация с разных регионов, приехали во время открытия памятника, например, той знаменитой битвы 1839 года под Ахульгой. В Чеченской республике, это Дагестан, он цукульский район, в Чеченской республике тоже очень много таких священных мест, которые нужно посещать. Надо посмотреть, в каком скиту находился, например, мой учитель, духовный устаз, шейх Контахаджикишиев. Вот его землянка, которая находится на территории Веденского района, Эртани, вот эта землянка и вот те скиты, которые мы сегодня с вами видели, да, те пещерные, да, вот в Гефсиманском скиту, вот эти кельи, которые мы видели, да, ведь они схожи, ведь и там, и там идет уединение, там идет диалог с Господом через всю чувственную, так сказать, сферу, которая присуща отдельным каким-то людям. И наши святые, наши праведники, они тоже в халватах, вот в таких своеобразных, в аналогиях этих келей, они проводили там громадное количество времени в поминовении имени Господа, в молитвах постоянных, и вот те ощущения, которые они получали там, ту практику, которую получали, то откровение, которое они там получали, они передавали его людям. И вот благодаря такому откровению, вот таким певцом мира и свободы стал Контахаджикишиев. Да, кстати, тот самый, который разговаривал с Толстым. Ну, то, о чем мы сегодня тоже говорили, что все-таки там, да, вот и он, и Лев Николаевич Толстой, они находили общий язык. Да, конечно, конечно. Хотя там были и Хаджи Мурат, и все там. Все, нет, было все. Да, и Шамиля, какого только не было. Но о чем разговор, что, значит, мы на верном пути были. Вот я сейчас себя ощущаю, знаете, вот более уверенно после встречи с вами, что я вот придумал этот проект, Думаю, Грозный в Грозном. Я как режиссер шел по пути-то. Интересно будет, неинтересно. Придумать образное название какое-то, да. Есть какие-то свои аллегории, там что-то еще. А на самом деле здесь же глубинный смысл всего происходящего. Не просто поедет выставка рассказать о Иоанне Грозном, а о том, что мы начинаем раскрываться друг перед другом, рассказывать нашу историю, которая просто настолько переплетена друг с другом, что мы сбалансированы давным-давно уже там небесными силами. Вот это, конечно, очень важно. И я хотел бы уж тогда сейчас немножко перед телезрителями извиниться, потому что настолько вы интересный человек, что я сижу заслушался, вот, а все-таки передача у нас про то, или о том, какой приходит к нам человек, какая личность. Вот, уважаемые телезрители, поэтому я вынужден вернуться, извиняюсь перед вами. Вот, и, Джамбулат, я перед вами тоже извиняюсь, и перед вами телезрители. Напоминаю, что у нас сегодня необычная программа, программа «Полный контакт», но с гостем таким достаточно, в общем-то, для вас неожиданным, потому что говорим мы о двух религиях, мы такого, в общем-то, себе, можно сказать, даже раньше не позволяли. И поэтому я хочу раскрыть раскрыть нашего сегодняшнего гостя. Я ведущий, Сергей Боков, передо мной сидит, еще раз напоминаю, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. По большому счету он наш коллега, потому что вы знаете, что у нас есть и фестиваль «Братья», на который мы проводим, куда приезжают много интересных коллег-журналистов из разных городов, стран. Думаю, что в этом году, в новом году, присоединятся к нам и ваши СВГТРК, которые подчинены ведомственно вам. СВГТРК Грозный. Да, да, и Грозный. Вот. Ну, что ж, я хочу просто раскрыть немножко какие-то вот ваши биографические такие тайны, можно сказать. Родились вы 15 июля, вот я себе тут пометил, 69-го года. Мне очень приятно, потому что 15 июля родился мой сын Савва. Я все к параллелям каким-то. Все как-то у нас пересекается. Вот. В поселке Затеричный, это Затериком, я так понимаю, правильно? Да, это Нефтекумский район. Нефтекумский район, Ставропольский край. Вы потомственный горец. Знаете предков аж до 12 колена. Я своих вспоминаю, может быть, могу только там до 5-го колена. Дальше не знаю. Вот это тоже говорит о глубинности каких-то вот исторических корнях, о благоговении перед историей, перед своего родного края. Вот. Меня очень затронуло, прадедушка ваш был кавалером Георгийского креста. Служил в дикой дивизии. Вот о том, что мы всегда помогали друг другу. То есть в России чеченцы играли очень важную роль. Всегда играли роль. Я знаю, что есть изречения, которые документы, которые вы даже в своей книге опубликовали, которые вот про это как раз говорят, что нам надо жить в мире, потому что сабля достается для того, чтобы защитить родную Россию. То есть это говорили кавказцы, горцы, чеченцы. Правильно я говорю? Да, вы абсолютно правы. Вот это очень важно. Ну что ж, в 1994 году Джамбулат Вахидович окончил Чеченский государственный университет по специальности историк. Я почему это говорю? Теперь вам понятно, откуда такие глубокие познания. И вот это вот философские размышления, правильные абсолютно, в процессе учеба. Учеба в 1992-1993 году по рекомендации Ахмада Хаджи Кадырова. Вы даже, я так понимаю, застали ведь еще его там, да? Да, конечно. Прямо видели его? Конечно. Я его очень хорошо знал с конца 80-х. И он вот вас направил в Арабскую республику Тунис. Да, да. Через его связи. Вот. Духовное наследие Востока и Исламским культурным центром России для стажировки в университет политологии имени Бургебы. Да, да. Даже читать мне сложно, как вы это все запоминаете. Ну. Откройте секрет. Значит, ну в процессе дополнительного образования вы получаете специальность Востока-вет-политолог. Вы же еще и владеете языками. Мне хочется вот просто зацепиться, что в 2014 году вы успешно защитив диссертацию на соискание степени кандидатов политических наук по теме иностранные каналы влияния на проявление терроризма в современной России на примере Северного Кавказа. Вот это то, о чем мы сейчас с вами говорим? Ну, частично да. Частично да. Потому что Чеченская Республика она пережила очень страшные войны. Нет, вот имеется в виду, что иностранные каналы влияния. Да, совершенно верно. То есть на вас все-таки, на ваш народ кто-то влиял вот так. Влияли не даже сколько на на, вообще влияли на всю Россию. И это была часть вот той спланированной акции. Ну, понятно, через Кавказ. Да, с попыткой создания вот этого ИГИЛ не на территории Ирака. Уже тогда. Конечно. Не на территории Ирака или в Сирии, а именно на территории слабой тогда Российской Федерации. Да. Да, и вот на территории Северного Кавказа, в частности Чеченской Республики. И в гораздо более жесткой, гораздо более устрашающей, циничной форме. Ну вот, такая тяжкая доля выпала на чеченский народ, к сожалению. Ясно. Ну, проходили вы службу в рядах вооруженных сил тоже, еще и с СССР, на Байконуре. Да. То есть вы тоже все это видели, там, бракеты взлетающие. Совершенно верно. Мне можно было и не служить, тогда студентов не призывали какое-то время. Ну, я написал заявление и вообще хотел в Афганистан, но я в Афганистан не попал. Уже к этому времени войска оттуда уже выводились, и я остался на Байконуре. В звании старшего сержанта? Да, уволился я в этом звании. Понятно. Ну, и вот, когда вы уходите, там, вот, такие годы, как у нас их называть любят, там, лихие 90-е, там, и так далее, вы занимались предпринимательской деятельностью. Это секретная какая-то деятельность? Нет, никаких там секретов не было. Ну, торговали там спичками, солью или что? Да, это, значит, я вам так скажу, что те люди, которые составляли там биографию, я особо... Я вот все спрашиваю, кто? Да, особо там каким-то бизнесом я не занимался, но перебивался, так как, в принципе, все мои сверстники на тот момент. Ой, слава тебе, Господи, я уж испугался, думал, неужели олигархом успел олигархом уже побывать у Маров? Это не мое. Нет, это спасибо большое. Это я шучу, конечно. Ну, что ж, вот, все-таки каким-то образом вас приглашают на работу в правительство. Я так понимаю, что и уже, раз вы были даже рекомендованы самим Ахматом Кадыровым, то и Рамзан Ахматович тоже, значит, уже про вас тогда знал. Он-то тоже как политик подрастал уже, подтягивался, правильно? И понятное дело, что формировало ваше мировоззрение, наверное, еще и дружба с такими людьми, как Проханов. Да, вот, вы рассказываете с таким пиететом Александра Андреевича, который и сейчас, я так понимаю, вас поддерживает, мы с ним тоже дружим, вот, и мне интересен этот человек. Сейчас что-то изменилось, как вы думаете, вот, с тем временем и с сегодняшним временем, вот, я имею в виду последние, последние десять лет перед новым столетием, тысячелетием даже, вот, и сейчас что-то изменилось, есть какой-то сдвиг? Изменилось кардинально. Кардинально. Все кардинально изменилось и связано И политически, и экономически, совершенно верно. И в культурном, понятное дело, если изменилось политически, значит, и в экономическое состояние вносятся свои коррективы. Но, я хочу сказать, что чеченский народ, его история в основе своей делится на историю до Ахмата Хаджи и на историю после. Потому, что, это действительно переломный был момент, это мы все-таки сумели благодаря этой личности ответить на вопрос, где, в каком состоянии и с кем мы дальше должны находиться. Буквально недавно, 11 декабря, у нас составилась международная научно-практическая конференция о значении, историческом значении съезда 11 декабря 2002 года. где, в общем-то, решалась судьба народа, когда Владимир Ильич Путин предложил Ахмата Хаджи Кадырову просто править республикой. Но уже заканчивается первая чеченская война, вторая чеченская война. Это была вторая война. И эти две войны, кстати, они абсолютно отличались друг от друга. У нас здесь своя боль с этим связана. Погибло много наших замечательных парней, ОМОНовцев. Совершенно верно. Так вот, вместе с ними уже, вы понимаете, что, когда мы говорим о жертвах, мы очень часто не упоминаем, скажем, о тех же, тогда еще была милиция, о тех же чеченских милиционерах, о тех сотнях проповедников и мусульманских ученых, которые тоже противостояли, убивали в своих же домах. Я говорю, которые тоже... То есть, вот это зло, посмотрите, кто возглавлял это зло. Это были и Хаттабы, и Абу-Валиды, те же самые люди, которые создали вот этот страшный медийный проект под названием ИГИЛ. И все произошло, ведь сейчас бы так земля иракская, там, сирийская не кровоточила бы, если бы там оставили лидера. Ведь началось с чего? Началось с того, что, благодаря тому, что в Сирии лидер остался, все-таки, какой-никакой, Башар Асад, все-таки удалось переломить. Ну, конечно, сейчас какая-то стабильность есть, понятно. А из-за того, что в Ираке этого лидера не было, его специально убили, его специально уничтожили, Саддама Хусейна. Можно о нем разное говорить в разных ракурсах, мнение, кто-то его любит, кто-то его ненавидит, кто-то просто к нему... Но был закон, закон Сурок, но это закон. Кто-то просто индифферентен к этой личности, к нему, или Каддафи, или еще кому-либо. Но это был все равно символ. И надо было лишить этого символа. Ведь как... Почему я говорю, что до Ахмата Хаджи и после? Дело в том, что чеченский народ до Ахмата Хаджи, он еще не знал лидеров. Лидеров, способных консолидировать народ. И единым... А вот те, которых мы знаем, это были не лидеры? И единым. Шамиль, Дудаевы, нет? Смотрите, вот те, о которых мы говорим, они вошли в историю. Да. Шейх Мансур, скажем, тот же самый Шамиль, да, ну, Шамиль, там немножко история другая, он все-таки пришел из Дагестана, да, но тем не менее, он тоже в истории чеченского народа оставил очень глубокий след. Значит, Шамиль там, да, ну, такие отдельные эпизоды, скажем, исторические, связанные с такими личностями, как Алибек Хаджи Зандагский, Ума Дуев, значит, Байсангур Беноевский, Зелимхан Харачоевский и так далее. То есть, эти герои, они в истории чеченского народа были, есть и остаются, и вот в этом пантеоне, вот в этой исторической галерее, они каждый занимают свое место. Да, понятно. Но что их всех объединяет, да, заканчивая там, Дудаевым, Асхадовым и так далее. Мы все прекрасно знаем, что Ахмад Хаджи был муфтием в те времена. То есть, понятное дело, он не был там в прямой оппозиции Дудаеву, хотя свое мнение он всегда высказывал, пока это было, пока это можно было терпеть. Но вот это его знаменитое выступление в парламенте Ичкерии во времена Асхадова, когда он обличал их всех, когда он эту правду сказал, он стал врагом номер один. В первую очередь для тех, кто создавал там лагеря боевиков. Понимаете? То есть, чуждая чеченскому народу вот эта вот хариджитская или ваххабитская, как еще ее называют, идеология, которая к исламу не имеет никакого отношения. К исламу, который может сегодня, который представлен из себя буквально стихию и цивилизационную, и культурную, я не знаю там, и людскую стихию, которая уже семимильными шагами движется к двум миллиардам. Ну да, там просто будем воинствующие системы. Вы знаете, вот здесь мы с вами должны четко обозначиться, что это не воинствующая часть мусульманского мира. Это да. Это часть, которая под мусульманскими лозунгами пытается разрушить эту уму изнутри. Это именно вот та опухоль, которая искусственно создана, она, так сказать, вращивается, идет, но она, все равно, она отторгается. Она отторгается благодаря таким теософам, таким теологам, таким богословам, как Ахмад Хаджи Кадыров и многие другие. Вот сколько их убито в Сирии, сколько их убито Мухаммад Рамадан Аль-Бути, выдающиеся исламские ученые в мечети во время чтения Корана были взорваны. Во время чтения Корана, причем сжигали вот эти книги, которые были в их домах, то есть вот это варварство, вот этот вандализм, который, так сказать, посмотрите, сколько памятников уничтожено в той же самой Пальмерии. Этого не вернешь. И вот это варварство, когда его называют джихадом, когда его называют исламским государством. Ребята, вы понимаете, что вы делаете? Называя террористический анклав исламским государством, вы фактически оправдываете, оправдываете, в норму вводите. В какой-то мере, да, в какой-то мере вы оправдываете тех, кто приходит и присягает Абу-Бакру в Багдаде, да, понимаете, так зачем вы признаете его? Жабал Двахидович, а как вы думаете, мы с вами, мы с вами, как средство массовой информации, вы все-таки министр еще и по печати информации, мы все-таки, ну, как вот есть мнение такое, что проигрываем мы все-таки свою информационную войну, ведем ее в достаточной степени, или все-таки можно где-то поднажать? Слишком мы немножко так лояльно относимся к своим противникам. Давайте мы с вами поговорим даже о реалиях последних буквально дней, да, дней там, месяцев, да, вот против Чеченской республики, которая волей-неволей давным-давно стала одной из твердынь России, твердынь, таких цитаделей, таким, я как-то даже пошутил на эту тему, ну, изборский клуб, почему он называется изборским, мы знаем. вы же председатель еще изборского клуба. В Чечне, да, в Чечне, так вот, изборск, который постоянно принимал на себя все эти удары извне, где практически до единого погибал каждый из этих великих воинов, вот таким изборском, который взял на себя сегодня этот удар, является Чеченская Республика во главе со своим лидером. Ведь, посмотрите, какие только темы не пытаются приписать чеченскому народу, какие только, я не знаю, ярлыки не пытаются вешать там, и история с этими, с притеснением так называемых мифических этих чеченских геев, да, история с какими-то там несудебными казнями, какими-то там расстрелами средневековыми, я не знаю, то есть, как бы, ну, и посмотрите, что творится вокруг самого Рамзана Кадырова, в каких только санкционных списках он не числится, да во всех практически. Что ему, больше остальных губернаторов нужно? Нет, конечно, он мог тихо сидеть, спокойно заниматься, но нет, потому что иначе бы он нарушил завет отца, понимаете, иначе он был бы не тем Рамзаном, которому, на плечи которого упала вот эта вот страшная громадина под названием судьба чеченского народа, судьба чеченской государственности в составе Российской Федерации. И вот я говорил, когда мы проводили этот международный форум, вот недавний, и изучая документы того форума, вот я лично был настолько всем этим взволнован, настолько я испытывал гордость за свой народ, который, наконец-таки, обретя лидера, это был целый процесс. Я вот во второй книге «Фактор преодоления» об этом пишу, рассказывая о политическом кризисе 90-х годов Чеченской республики. Вот этот процесс обретения лидера, он был мучительным. Так вот, вот эти вот герои, которых я вам перечислял, от шейха Мансура до Дудаева и Масхадова. Понимаете, с Дудаевым и Масхадовым немножко история другая, потому что там все-таки это все свежо, эти войны, и кровь несоизмерима с тем, что было тогда и сейчас. Но, говоря о тех героях, я вам скажу, героях до советского периода, скажем, которые противились царскому самодержавию и его сатрапам, это те люди, которые призывали к борьбе до последнего чеченца. А Ахмад Хаджи, вот в чем его миссия была, великая миссия, в том, что он призвал к борьбе за каждого чеченца. Поэтому Ахмад Хаджи был и в мечетях, и на блокпостах, и там, не знаю, в подвалах, и где угодно. Это не считается культом личности? Нет, ни в коем случае. Культом личности это не считается, потому что для мусульман культ личности... То есть это символ свободы, символ любви, символ верности? Совершенно верно. Это как раз... Это наш символ? Это наш символ. Не волк какой-то? Я даже вам так скажу, вот по поводу культа личности есть очень такой хороший... Когда мы говорим о культе личности, Сергей, какие у нас ассоциации возникают, да? Какие-то памятники, какие-то монументы, колоссы какие-то такие, да? Мавзолеи. Да, и так далее. Возьмем Ахмада Хаджи, Алгазу, обл. Ахмад Хаджи, так же, как любой простой мусульманин, похоронен в земле. У себя, в родовом селе своем, в Центарое, где люди приходят, навещают его, имеют такую возможность. Там не какой-то пантеон? Никаких пантеонов там нет. Там стоит его чурт, и вот это насыпь могильная. Ничего больше там. Там нет никакого культа, культа какого-то поклонения или еще чего-нибудь. Этого нет. Есть его заветы, идеологии. Я вам скажу, работа, по-моему, Церетели, был огромный Церетели, огромный памятник. Этот памятник, он недолго простоял. Да? Этот памятник убрали, потому что... Не прижился. Потому что... Не о том. Во-первых, причем, это была инициатива самих Кадыровых. Потому что народ как-то, ну вот памятник там. Ну да, это да. Был же памятник Ленину там. Посмотри, как у них. Нет. Это именно семья Кадыровых сказала, что... А семья Кадыровых это богословы потомственные. Сказали, нет. Не к этому стремился Ахмад Хаджи. Не к памятникам, не к статутам он стремился. Не к богатству. Он стремился к великому знанию. И вот это знание, вот это стремление к постижению Господа привело его к постижению и Господа, и народа своего. И вот через призму познания Господа он пришел к познанию собственного народа. И народ призвал его. И вот тот лидер, которого народ в своих молитвах звал для спасения, он обрел этого лидера. И этот лидер пришел. Этот лидер пришел в конце 90-х и спас свой народ. Этим лидером оказался Ахмад Хаджи. И вот та миссия, которую сегодня выполняет Рамзан Ахматович, я еще раз говорю, он мог совершенно спокойно, без проблем, как и Ахмад Хаджи в свое время, без всяких референдумов решить все свои вопросы. Он сказал, Владимир Владимирович, пока я не посоветуюсь с народом, пока народ не окажет мне свой вотум доверия, я не буду стоять у руля и не буду, так сказать, вот такая власть мне не нужна. То есть это человек совести? Абсолютно. И этот референдум уже в 23 марта 2003 года этот референдум и показал, что мы действительно обрели лидера, что действительно чеченский народ решил обрести свой паспорт. А паспорт любого народа это его конституция. И конституция была принята и было принято решение там же на референдуме о выборах и президента, и парламента, что потом мы последовательно и сделали. И президентом, первым президентом Чеченской республики стал Ахмад Хаджи Кадыров. И вот тогда было положено начало новому этапу во взаимоотношениях чеченского народа с российской государственностью. Если до этого все это я называю как вот здесь противостоянием, то есть борьба до последнего чеченца, то с этого момента, с момента появления Ахмада Хаджи началась борьба за каждого чеченца. И этот этап я называю преодолением. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях Умаров Джамбулат Вахидович, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Мы сегодня с ним побывали в Александровской Слободе, где 17 лет правил страной, правил Россией Иван Грозный. Там решались интересные творческие проекты, которые помогут нам сблизиться народами, раскрыться душой и сердцем, понять друг друга как можно лучше. Давайте посмотрим. Вот она, Александровская Слобода, которую я мечтал посетить, искупаться в этой ауре великой русской истории нашей с вами России. Вот отсюда первые думы были о собирательстве земля русской семьи. Дорогих гостей, как и примета, на Руси встречали хлебом с солью. Визит в Александров высокопоставленных чиновников из Грозного приурочен 200-летию города, который будет отмечаться в следующем году. И еще одно годовщине важного политического события. 430 лет назад была издана грамота российского царя об установлении покровительства России над Чечней. Также в 2019 году музей-заповедник Александровская Слобода будет отмечать вековой юбилей. Экспозиция, развернувшаяся в государевом дворе и примыкающем к нему домовом храме Ивана Грозного, раскрывает яркие страницы превращения дворцового села в столицу Опричниной и государства российского. В этом месте в течение 17 лет принимались посольства из 9 государств, самых крупных государств того времени. И вот представьте, вот эти посольства, порой их доходило до 300 человек, они стояли так же, как и вы на этом месте, а царь перед ними был. И они были потрясены, когда увидели Россию, Александровскую Слободу, самого царя. И, конечно, то, что, наконец, они должны были признать. На европейской карте появилось совершенно новое государство. И стало оно называться Россией, а мы с вами россиянами. Одна из необычных музейных экспозиций Александровской Слободы воспроизводит интерьер столовой палаты 16 века, в которой царь Иван Грозный принимал иностранных послов, бояр и думных людей. Царь-батюшка, с Кавказу мы, посольство наше, с Кавказу, да. Благодатные края, благодатные истории, то богатая какая. Народ-то какой-то. Из Чечни, из Чечни. Тем более, народ-то какой-то гостеприимный. Ну что ж, ну тогда. Из города Грозный. Да, да. Из города Грозный, кстати. Так это почти тезка. Особое место в плане предстоящих юбилейных мероприятий отводится установлению тесных отношений, взаимодействия и сотрудничества с Чеченской республикой. Так, например, музей-зповедник Александровская слобода выступает с инициативой реализации нового межмузейного выставочного проекта «Грозный в Грозном» или Александровская слобода «Забытая столица». Мы договорились о взаимной, так сказать, информационной поддержке и о целом ряде мероприятий, которые направлены на укрепление единства российской нации. Рассказать, что же это было за время и почему Александровская слобода по праву называется столицей 16 века, экономическим, политическим, культурным центром России. Вот эта задача стоит, ну, должна раскрыться на этой выставке. В завершении встреч министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров вручил руководству музея-заповедника свою книгу «Фактор Кра», в которой он рассказывает о том, как устанавливались взаимоотношения между Московским царством и Северным Кавказом. Позднее гости из Чеченской Республики приехали в Сергеев Посад и посетили Гефсиманский скит, одно из самых намоленных мест земли Радонежской. Когда я посмотрел вот эти маленькие холодные кельи, я вспомнил наших святых, я вспомнил наших праведников, я вспомнил своего духовного учителя, устаза Кунта-Хаджики Шиева Далко Элит Айюльцин, который в свое время точно в таком же скиту, такой же земляночке, находясь, молил Всевышнего о лучшей доле чеченского народа. Придя сюда, в это прекрасное место, в этот прекрасный памятник духовности и культуры и сопоставив то, как молились мои предки там, в Чечне, и как молились ваши предки здесь, то я понял, что здесь было очень много общего. Здесь есть такие параллели, пронзительные, от которых невозможно отвернуться. И я понял, что если есть храм, в котором молятся единому Богу, то в этот храм должна быть дорога открыта для всех. И человек не должен себя чувствовать чужим, в каком бы храме он ни находился, он не должен чувствовать себя изгоем, он должен себя чувствовать человеком, который учится, который вбирает в себя вот то духовное наследие, которым богата его огромная многонациональная и многоконфессиональная страна. И только в этих ощущениях можно говорить, исходя из этих ощущений, можно говорить о каких-то внутренних духовных скрепах, способных держать нашу страну в рамках единого отечества, в рамках единой державы, будущее которого очень хорошо просматривается с высоты православных церквей и минаретов мусульман. Наверное, подытожили вот сегодняшнюю поездку в Александровскую Слободу. действительно в храм, как вы сейчас сказали, должен заходить каждый любой конфессии. Да, безусловно. Безусловно, не нужно стесняться. Будучи мусульманином, можно совершенно спокойно заходить в православные храмы, будучи православным, приходить к нам в гости, заходить в мечети и получать для себя вот этот поток знаний, других культур, других конфессий, которые сделают только вас богаче, сделают вас намного сильнее, вашу личность. Это укрепит вас и как православного, и как мусульманина. Поэтому не надо зашориваться, скажем, вот в рамках вот того поля, которое мы можем там называть чисто мусульманским. Тем более нам никто не мешает. Чисто православным. Нам никто не мешает быть свободными в общении, в любви. Я еще раз повторяю, мы должны вот эти священные места друг друга посещать обязательно, чтобы проникаться всем этим. Ну, то есть, вы не возражаете, если вдруг вот наш фестиваль Братина, который любит путешествовать, путешествовать не только по Московской области, вдруг мы как-то вот решим нагрянуть в Грозный. Примет нас Грозный наших журналистов. Грозный примет журналистов с распростертыми объятиями. Мы всегда за. Мы устраиваем такие пресс-туры. Не надо журналистам, девушкам в хиджабах ходить? Нет, абсолютно не надо никому ходить в хиджабах. Ну, разумеется, есть такие места, которые неприкрытыми. Ну, это понятно, священные. Да, я думаю, что это не сложно. У нас их не меньше. Да, это не сложно, тем более, что прикрытыми русские женщины заходят в свои собственные храмы. Вот, поэтому, ну, вот, как бы, о той истории противостояния я не пишу в своей книге. Я ее презентовал уже в нескольких городах. То есть, вы уже сейчас потихонечку переходите на мою сторону, становитесь ведущим и уже потихонечку рассказываете. Узурпируют, Да, всегда узурпировали власть ведущего. Я только хотел вроде бы начать про книгу. Значит, уважаемые телезрители, наш сегодняшний гость не только замечательный политик, организатор, менеджер, еще и писатель, великолепный писатель. Мы сегодня несколько вот цитат из его книг прочитали, даже вот когда собрались ребята наши там в Александровской Слободе, и когда мы вышли, побывав у надгробия блаженного Филиппушки, Варнавы, это, конечно, я видел, с какой благостью вы это воспринимали, когда нам Михаил Александрович рассказывал, Лазарев, про это, замечательный гид, с каким упоением, с каким воодушевлением он все это нам преподносил, потому что мы тоже это все внимали, этому рассказу, этой истории, и как приезжал Николай Александрович к нам сюда, даже не столько в Лавру, сколько в Черниговский Скит, то есть вот все, о чем вы сейчас рассказывали в Чеченской Республике, происходит то же самое у нас, и вот мне очень хотелось бы, чтобы вы вот своей вот этой книге, которую вы покажете, фактор Кра, фактор Кра, да, можно ручку позоветить? Да, ручку даже позолотить, да, я понял, да, хочу сейчас что-нибудь вот, это значит, сакральное написать здесь, мне, да, очень хорошо, спасибо большое, значит, ну фактор Кра, это, я так понимаю, фактор Кадырова Рамзана Ахматовича, правильно? Такого политического явления, как Рамзан Кадырова. Да, и вот он означает, я даже вот пока вы подписываете, уважаемые телезрители, прочитаю, это означает, что это единственный в мировой практике действенный способ борьбы с международным терроризмом. Повторюсь, еще не разу в наших программах не было такой терминологии и такого серьезного подхода с человеком другой, вроде бы, конфессии, но абсолютно одной с нами крови, поэтому мы находим общий язык и так далее. Вот, и это наиболее креативный, эффективный фактор укрепления государственного строя Российской Федерации, так как Рамзан Кадыров это верный сподвижник президента Владимира Владимировича Путина, который в непростые для страны дни многократно и своевременно доказывал и доказывает в настоящее время свою искреннюю приверженность национально-государственным и внешнеполитическим интересам России. очень важные слова и можно даже как манифестом их считать, вот я бы даже так сказал, потому что действительно, когда люди так гордятся и лидером, и своей политикой, своим вектором движения вперед, да, вот выбранной цели, идеологии, это же очень важно на самом деле, потому что все ищут национальную идею, а вы ее уже не ищете. Вы нам даже подсказываете, уважаемые, она у нас есть, посмотрите, и вы тогда найдите, а идеология у нас одна, укрепление рубежей нашей общей страны, нашего общего дома. Что вы там подписали? Уважаемому Сергею Бокову от автора с наилучшими пожеланиями. Очень большое спасибо. Большое спасибо. Когда мы сегодня вот цитировали про... Документ хотите? Да, документ, если можно. Сейчас, сейчас, секундочку. Мне очень хочется нашим телезрителям это прочитать. Да, да, почитайте. Ну, пока я буду искать, я небольшую предысторию сделаю. А, да. Каратенечко. Дело в том, что вот в современной историографии почему-то ну, чаще всего начинают вот в свете, так сказать, вот темы взаимоотношений чеченского народа, там, вообще-то, горцев Кавказа, там, с русской, российской, да, государственностью, очень, как-то вот сразу начинается противостояние, там, шейхам Мансуром, там, в основном, да, вот, хотя на самом деле есть очень много разных свидетельств, вот, о том, что эти отношения и служения отечеству, такие прецеденты были веками раньше. был Шихмурза Акотский, который был его сыном, вот, их, ну, Мурзами называли, вот этих вот лидеров. Можно будет познакомиться, потому что здесь, как вы понимаете, много сегодня прозвучало имен и событий, о которых, если кто-то заинтересуется, надо будет познакомиться поглубже в других источниках. Почему? Еще к вопросу о Александровской Слободе, к вопросу, так сказать, о... Радонежской земле. о Радонежской земле, значит, я хочу вот проникнуться вот этим вот историзмом, для того, чтобы в дальнейшем тоже мои оценки были более филигранными, чтобы они были более такими отработанными, но и более точными. Более точными, да. В этот период начинается служба русскому царю, это период противостояния, там у нас, значит, по требованию Турции тогда, был такой терский городок. По требованию Турции в 1577 году он сначала был разрушен, вот, а потом был, так сказать, восстановлен по требованию Турции и Речи Посполитой. В этот период начинается служба русскому царю чеченского владельца Ушурмы Мурзы. Информация об этом сохранилась в грамоте Шихмурзы Акотского, царю Федору Иоанновичу в ноябре 1588 года, в которой он писал на русском тогда языке, на том русском языке. Прежде всего которые наши государевы на терке города были, и в те поры я отцом своим Ушаром Мурзою тебе, государю, верою и правдой служили, и после того, как велел еси государь те города разорить, и мы тогда с твоими государевами, с терскими, атаманой и казаки тебе, государю, служили, и твое государевое имя выставляли и к турскому, и к крымскому хану. Вот так вот. Есть масса свидетельств и астраханских воевод, в частности Лобанова-Ростовского, и, так сказать, многих других так сказать, деятелей того времени, политических деятелей, военных деятелей того времени, здесь в этой книге об этом пишется, вот, которые тоже свидетельствуют о том, что, ну, например, Лобанов-Ростовский пишет, что вот сабелью своею чеченцы, там, да, вот это я имею в виду, семь городов взямши, да, и так далее, то есть взяша, да, и, то есть, эта переписка была, это уже эти циркуляры, эти все, так сказать, грамоты, которые писались, которые подписывались, тогда это уже было, так сказать, обыденностью, просто уже дальше появлялись такие люди, которые, которым притило это, которым не хотелось, чтобы их славу отнимали какие-то чеченцы там, да, или там, дагестанцы, к примеру, которые вели себя жестоко, которые вели себя вероломно, и, как бы, вот, одним из символов, когда мы говорим, не нужно никогда говорить покорение Кавказа, это вот, вот в этой терминологии, их всего-то слов несколько, понимаете, ну, как это так, покорение Кавказа, когда на Кавказе, я не знаю, особенно, вот, берем весь, практически, вторая половина 18-го, и практически весь 19-й век, идет кровопролитнейшая война, и, разумеется, покорителем Кавказа, например, нельзя называть Алексея Петровича Ермолова, потому что Ермолов это человек своего времени, это человек, который отличился в войне, в Отечественной войне 1812-го года, это человек, который вот на этой волне пришел на Кавказ, начал вот это вот, так сказать, эти просеки делать, вырубать леса, укреплять вот эту линию, и тогда в своих письмах Закревскому он говорит, что, вот, дескать, вот, да, только, значит, нет, и далее потом великому князю о том, что, дескать, вот, подлей и коварный нет народа под солнцем, так он о горцах отзывается, о чеченцах и так далее, но потом, а ведь и Ермолов, он во многом изменился, потом он уже, так сказать, генералам, которые пришли ему на смену, он пишет, что нельзя с чеченцами так вот разговаривать, я ошибался, не совершайте моих ошибок, и он как вот, акт покаяния у него был такой, он же очень многих детей, которые остались там, в Даде-Юрте, например, это же под его командованием эта операция была, уничтожение аула, целого аула Даде-Юрте, и вот детишки, которые там еще остались, и сжигали там еще, сгоняли в дома, как фашисты, ну очень, да, это была очень такая варварская вылазка, это практически там все погибли, включая там женщин, стариков и детей, и вот те, кто чудом остались живы, дети, их он, по его указанию, отправляли в самые элитные дворянские семьи, вот, скажем, во времена шейха Мансура таким ребенком из Олдов был будущий Александр Чеченский, один из героев Прейсиш-Элау, вот той знаменитой битвы с Наполеоном, где тогда русская армия показала, что она может противостоять Наполеону, можно даже сказать, что эта битва закончилась, ну, даже считать поражением Наполеона, первым от русских войск, вот, теперь, там же из Дада Юрта, вот этот мальчик, который был воспитан в семье Давыдовых, да, это будущий академик искусств, великий русский художник, чеченец по национальности, из Дада Юрта, да, Петр Захаров, ну, великий, тот же самый русский поэт, но чеченец по происхождению Айбулат, ну, это как бы духовная сторона, да, потом появляется уже после всех этих войн, появляется целая плеяда блестящих российских генералов, которые отличились в русско-турецких войнах, это знаменитый Арцу Чермоев, генерал от инфантерии, был, ну, буквально грозой, так сказать, да, человек, который брал такие крепости, как Бейзет, герой Шлипки, вот, далее герой Мукдена, Ирисхан Алиев, друг Деникина, блестящий генерал, герой Мукдена, то есть человек, который проявил себя, как, в общем, вошел в эту историю, вот, скажем, современником тех лет, современником Искерхана Алиева был мой дед, о котором мы начали в самом начале передачи, георгиевским кавалером, да, это года Муртазалиев, который был георгиевским кавалером, вообще, вот, так называемая туземная или дикая дивизия, как ее называли, она же, в принципе, и обеспечивала тогда, в 16-м году, этот знаменитый Брусиловский прорыв, и вот эти горцы, которые присягали царю на Коране, на Коране присягали царю, вот эти мусульмане, вот эти муллы, которые в атласных одеждах, зеленых или красных, с этими чалмами, с криками «Аллаху Акбар!» Сейчас «Аллаху Акбар!» скажешь, все тут же начинаются. Вот именно с этими возгласами громились германские австрийские дивизии, железный корпус знаменитый, вот, и горцы не знали, что такое сдаваться, и именно дикая дивизия тогда была основной опасностью для большевиков, которые успели уже, так сказать, осесть в Петрограде и в Москве. Вот эта армия, когда она начала продвигаться, поверьте мне, не пламенные речи Сергея Мироновича Кирова остановили их. Их остановило известие, подтвержденное вот этой знаменитой делегацией, которая отправилась в Петроград, да, и когда они поняли документально, что подписано отречение, они поняли, что они освобождены от этой присяги, вот эти немногословные, едва ли знающие русский язык, к вопросу о речах Кирова, не отправились во своясье, потому что как и казаки, и горцы. Вот наша история. Очень интересно слушать. Вот, Джумбулат Вахидыч, вас интересно. Я сейчас, знаете, с каким-то беспокойством ощущаю себя не очень уютно, потому что вспоминаю, с каким пиететом вы рассказываете о своих потомках, о своих предках, как вы про них гордо доносите в книгах в своих и так далее. А я вот сейчас, знаете, вспоминаю, что один из русских, первый генералиссиумус, боярин воевода Шейн, лежит у нас, к сожалению, в Троице Сергею Лавре, прямо вот у дороги, так вот, кирпичиками обозначившаяся могилка его, скромно, никем, в общем-то, не примечаемый. Может быть, это из той серии, что мы по-прежнему Иваны родства не помнящие. И вот это надо, конечно, нам тоже, наверное, брать на вооружение и вот такое вот трепетное отношение к своей истории, к своему Отечеству. Тем более, это Отечество с нами, с русскими, с православными сопряжено очень крепкими узами. Вот, все переплетается, все рядом, и, конечно, хочется, чтобы мы все только вот любили друг друга, радовались друг другу. Вот Новый год у нас, наступает Новый год. Мы сегодня как-то так вот, буквально там скоро у нас уже совсем прозвучат куранты, и мы сегодня успели поговорить и об истории, и каких-то трагические какие-то моменты вспомнили, радостные моменты, о проектах поговорили. Вот, поэтому можно разговаривать. Вот о чем. Можно разговаривать, можно созидать, хотите в литературном творчестве, хотите в строительстве домов, хотите в политике, хотите вообще в строительстве новой России. То, о чем мы сегодня говорим, и это не помпезные какие-то речи, о которых сегодня говорим, можно это делать тихо, спокойно, но надо делать. Безусловно. Вот, и ваша сегодняшняя миссия, она, конечно, очень значима. Большущее вам спасибо, что вы выбрались, что вы посетили. Завтра у нас еще будет лавра, нас встречают, будут рассказывать и будут знакомить с интересными особенностями. Большое вам спасибо за ваш визит, за ваши подарки, за то, что мы понимаем друг друга, интересны друг другу, и будем продолжать дальше работать, творить, уже сообща, рука об руку, и я думаю, что победа-то не за горами, все равно. Не нам унывать, не нам печалиться. Есть что делать. Пользуясь случаем и вот таким временем, очень приятным, с приближением нового 2018 года, я хочу от души, от имени главы Чеченской республики, Рамзана Ахмадовича Кадырова, который поручил мне поздравить жителей Московской области, я хочу от имени всего чеченского народа во-первых, заверить вас, дорогие мои друзья, что чеченцы никогда не были врагами русскому народу, что чеченцы это сегодня самые боеспособные, самые отважные воины, готовые отдать свою жизнь за целостность Российской Федерации отдавали и отдают эти жизни, поверьте мне, я хочу сказать вам, что посмотрите, как Рамзан Ахматович спасает моряков, как Рамзан Ахматович спасает журналистов, ведь это ни в каких программах не прописано, ни в каких бюджетах не проплачено, как Рамзан Ахматович спасает наших с вами детей, потому что они наши с вами, эти дети, дагестанцы, русские, татары, чеченцы, кабардинцы, это все наши с вами дети, несмотря на это, очень часто мы сталкиваемся с непониманием, с такой странной такой издевкой, что ли, особенно это видно в социальных сетях, пытаются какие-то вешать на него ярлыки, пытаются как-то его по-своему дезавуировать, там и так далее, но мы специалисты, вот я и Сергей, мы очень хорошо понимаем, что это очень тонкая, очень коварная, очень беспринципная игра под названием окна Авертона, да, это вот те технологии, с помощью которых подмываются ценности, это те технологии, которые заставляют нас стать Иванами, не помнящими родства, манкуртами, которые, подмывая эти ценности, превращают нас в животных, потому что сегодня Россия подает свой голос, сохраняя голос сохранения своих духовных и семейных ценностей, Россия сегодня, выстраивая добрососедские отношения и вообще добрые отношения со всеми остальными государствами, живет в очень ответственный для себя период, когда, можно сказать, шекспировской фразой, вложенной в уста Гамлета быть или не быть, да, и я думаю, что очень желаю того и желаю вам того, чтобы следующий 18-й год действительно стал годом единения общероссийской нации, не нужно бояться слова россиянин, не нужно бояться слова или словосочетания единства общероссийской нации, очень много сейчас об этом говорят, много об этом пишут, я желаю вам осознания себя великим русским народом, я, кстати, сейчас обращаюсь именно к русскому народу, чтобы вы понимали, что на вас лежит огромная миссия, и эту миссию вы обязаны ее выполнить, это ваша ответственность, вековая, тысячелетняя ответственность перед теми народами, которые вам доверились, которые через кровь порою, через страдания, через муки пришли и стали с вами единой семьей, вы должны понимать, что младших братьев, для того, чтобы братья, вы знаете, пальцы, они разные, и братья, они разные, и поэтому, когда мы воспитываем детей, мы понимаем, что кто-то из этих детей, он больше балованный, он больше любит похулиганить, сидеть, а кто-то наоборот, он больше любит за книжками сидеть, но это все наши дети, потому что завтра, если вот этот, который не балуется, станет хорошим ученым, интеллигентным человеком, то тот, который хулиганит, завтра станет отважным воином, который будет охранять наш с вами покой, покой на наших улицах, нельзя отказываться от младших братьев, нельзя отказываться от своих детей, нельзя отказываться от своих родственников, потому что мы давно стали родственниками, потому что нас с вами родственниками сделала общая многовековая история. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть этот год станет годом умиротворения, годом покаяния, годом прозрения, годом возрождения и годом, который мы с вами, в дальнейшей нашей с вами истории будем вспоминать как Великий год единения общероссийской нации. Спасибо еще раз с Новым годом! Уважаемые наши Сергеи Пассаци, особенно последняя фраза очень важная, годом объединения по завету Сергия Радонежского. Мы, конечно, будем стремиться только к этому. В эфире сегодня у нас и в программе «Полный контакт» с вами вместе был Умаров Джамбулат Вахидович, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Большое вам спасибо за внимание, до новых встреч, уже завтра мы встретимся с новыми интересными гостями, а сегодня мы поздравляем вас всех с Новым годом. До новых встреч, спасибо! Спасибо!